Продолжаем урок для начинающих. Продолжаем стоячие асаны. Утхитая триконасана. Стопы ставим на 1 метр пошире. Руки в стороны. Разворачиваем правую стопу на 90 вправо. Левую слегка вправо. И вытягивая хорошо позвоночник, наклоняемся строго вправо. Рука либо на ноге расположена, правая, либо полностью кладется на пол за правой ногой. Левая рука вертикально вверх по линии плеча. Продолжаем эту линию. Лицо развернуто вверх. Смотрим на большой палец. Колени натянуты. Грудь хорошо вперед, развернута. Верхняя часть спины находится в одной плоскости со ногами. Вот такой плоский треугольник получается у нас хороший. Прекрасно растягиваются мышцы бедер. Ну и конечно простоять минуту-две, а потом и все три нужно постепенно научиться. Возвращаемся в тадасану. Обязательно перед тем, как выполнить другую сторону, возвращаемся в тадасану. Но здесь мы выполним сейчас в другую сторону. И попутно, Андрюша, я попрошу показать всем артха-чандрасану. Ну что ж, тадасану, отхида-триканасана в левую сторону. Также повторяем. Вот вы смотрите все правильно. Вспоминаете, что я говорила, как это все правильно делается. Вот так вот хида-триканасана зафиксировали. Теперь посмотрите, как мы переходим в артха-чандрасану. Вот таким вот образом артха-чандрасана. Хорошо, возвращаемся в тадасану. Артха-чандрасана это был полумесяц. Это достаточно сложная асана. Но вы найдете ее у нас на блоге и в описании. Все эти асаны, которые мы вам показываем, они обязательно присутствуют в описаниях на блоге. Там вы сможете все это делать. Смотрите. Хорошо. Теперь выполним париврит-атриканасану. Также стопы расставляем на метр. Руки в стороны. Поворот выполняем вправо. На 90 градусов поворот и тело, и передние стопы, задние слегка повернуты. Наклоняемся вперед до горизонтали. Вытягиваем хорошо позвоночник. Вытягиваем, почему скрутить. Теперь мы его скручиваем. Посмотрите, еще на 90. Всего получилось париврита у нас на 180 градусов. Замечательная париврита. Вот так выглядит этот скрученный треугольник. Хорошо. Возвращаемся. Ну, пришла к нам поза собаки. Не хочется прерывать съемку, но она тут хочет попозировать. Опять в тадасану мы вернулись. Хорошо. Прекрасно. Теперь мы закончили с Андреем съемочку. Таня, готовься. Встанем в тадасану. Андрюш, позови собачку. Тадасану. Таня, хорошую тадасану. Она сниматься хочет. Вот это и актриса наша тут. Ладно. Давай. Выполним тадасану. Хорошо. Также вытягиваем грудь вперед. Растягиваем спиночку вверх. Шею правильно выпрямляем. Стопы пошире. Стопы пошире. Стопы абсолютно параллельны друг другу. Прямо даже косолапенько. Пальцы внутрь заверни. Пальцы внутрь ноги. Да, да, да. Косолапенько. Дальше. Ладони сзади за спиной на мосты. И вытягивая спину, вытягивая позвоночник, наклоняемся вниз прямой спиной. Наклоняемся и стоим, растягивая хорошо всю заднюю поверхность тела. Напряжены колени, натянуты колени, растянуты задние поверхности. По сути, стоять здесь можно долго. Это очень такая благодатная поза. Она всем нравится. Если вы до конца не можете наклониться, то хотя бы немножечко. Вот так, приподнявшись. Таня, покажи, как наполовину согнутся руки. При этом можно опустить вниз. Посмотрите, так легче. Даже не доставая пола, еще повыше поднимись. Покажи новичкам, начинающим как. Нет, нет, не ноги, а спинку. Покажи, пожалуйста. Вот, ты не смог, вот как будто не можешь наклониться. Руки до пола не достают. Вот так висят руки свободно. Голова вверх, лицо вперед. И вы стараетесь выгибать хорошо спину. Возвращаемся в татасану. А теперь поза стула. Вот татасана, чуть-чуть бочком повернись сюда. Немножко. Вот. И выполни ее. Поднимаем руки прямые вверх. Абсолютно прямые. Локти прямые. Приседаем, не отрывая пяток. И сохраняя равновесие. Прекрасно укрепляются передние мышцы бедер. Очень хорошо для горнолыжников. И все туловище. Возвращаемся в татасану. Хорошо. А теперь последняя стадия нашего урока. Это расслабляющие асаны. Матси асана, халасана и сарвангасана. Пожалуйста, смотрим. Матси асана. Поза рыбы. Очень хорошо растягивает шею. Переднюю сторону шеи. Укрепляет щитовидку. Укрепляет ее функции. Ну и грудную клетку развивает соответственно. Теперь халасана, плуг. Из этой же серии расслабляющих асан. Мы делаем теперь растягивание задней стороны шеи. Вот здесь четко нужно определиться. Расслаблять хорошо шею. От верхней ее части до нижней ее части. То есть стараться не упираться ни плечами, ни головой. Здесь и плечи, и голова скользят свободно по полу в разные стороны. Давая шеи растягиваться и расслабляться. Но мы, конечно, убираем эмоции. Если шею трудно, мы убираем эту трудность мыслью. Убираем, успокаиваем себя. И шея хорошо, прекрасно здесь развивается. Снимает хорошо головные боли, если они у вас были. Можно березку. Сарвангасана. Вначале идет саламба сарвангасана с поддержкой. А потом мы выполним без поддержки нироламба сарвангасану. Это уже более трудный вариант. Но вам тут уже как захочется вначале, как получится. Сразу нироламбу или постепенно ее отрабатывать. Постепенно к ней привыкать. Вот такие вот расслабляющие асаны. Можно легким перекатом опуститься на пол. И прийти в шавасану. Последний расслабляющий. Вот сейчас мы ляжем в шавасану. Все, кто участвовал в уроке, ложимся в шавасану. И покажем расслабление в шавасане. Вот так вот. Хорошо. Здесь мы проводили съемки на берегу Сиамского залива, Индийского океана, на острове Самуи. Посмотрите, вот веет здесь теплом. Веет отсюда такой прекрасной аурой. Ветерок небольшой. Тело расслабляется, отдыхает. Мы не слышим никаких искусственных звуков. Только естественные они практически уходят.